Так как препарат действительно применяется уже очень много лет, это почти 40 лет, в дерматологии во всем мире препарат действительно доказано безопасно эффективный. Но понятно, что как у любого препарата, к сожалению, у него есть какие-то побочные явления. Откуда же они берутся и почему вообще пациенты их так боятся? Во-первых, надо понимать, что прежде всего препарат применяется действительно очень длительное время. То есть мы должны набрать определенную кумулятивную дозировку. Доказано, что акне дает такую стойкую ремиссию, когда не просто набрана кумулятивная дозировка, а есть достаточно высокая суточная доза. То есть просто в маленькой дозе пропить, для того чтобы как-то попытаться избежать этих побочных явлений, не получится препарат. И понятно, что когда мы пьем несколько месяцев препарат в достаточно высокой дозировке, воздействие на органы и системы, оно есть. И в принципе есть вполне конкретные органы и системы, известные, на которые чаще всего может оказывать влияние препарат. Во-первых, есть практически гарантированная побочка. Что значит гарантированная побочка? Ну смотрите, допустим, вы пьете норофен от головной боли. Вы пьете раз в месяц, может быть два в месяц. Вы знаете, что да, там есть инструкция, в которой вот такой список побочных явлений. Но вы даже не вспоминаете об этом списке, потому что вы понимаете, что ну да, я раз выпью, и вряд ли там что-то вообще может выстрелить. А когда вы пьете длительно препарат в высокой дозе, то там есть практически гарантированная побочка просто потому, что этот препарат, это же синтетический аналог витамина А. И все побочные явления передозировки витамина А, то есть все явления передозировки витамина А, они будут характерны при приеме из-за третиноина, системных ретиноидов в том числе. Это сухость кожи, это сухость губ, это сухость слизистых, это какая-то корочки в носу, иногда бывает кровоточивость. Кожа сохнет не только на лице, кожа может сохнуть на руках. И понятно, что эта побочка, она немного тревожит, и она для некоторых пациентов кажется ерундой, для некоторых пациентов воспринимает ее очень близко к сердцу. Но для вас эта побочка это минус, а для врача это своеобразный показатель того, что препарат у вас усваивается. И вы должны понимать, что, во-первых, эта вся побочка по сухости слизистых и кожи, она проявляется не у каждого пациента, все разом, то есть это, как правило, одно-два явления у одного пациента. И врач в любом случае вам поможет справиться, то есть он назначит вам нужный крем, назначит капли, назначит мазь, которые помогут вам сгладить вот эти явления и пережить. Более того, эти явления чаще всего проявляются именно в первые месяцы приема препарата, тогда, когда идет нарастание дозы, тогда, когда идет привыкание организма к этому препарату. Гепато-токсичное действие тоже беспокоит многих пациентов, они отвалятся, у меня печень. На самом деле, безусловно, опять же я проговариваю, что мы долго принимаем препараты, при приеме любого препарата в больших дозах в длительный срок может быть влияние на печень. Но что мы делаем? Мы не пьем просто так препарат, мы перед тем, как назначать этот препарат, доктор назначает вам анализы, по которым он может понять, вообще не противопоказан ли этот препарат вам в принципе, да все ли нормально с вашей печенью, с поджелудочной железой. И потом только назначает с небольшой дозировки, постепенно повышая, каждый месяц контролируя эти анализы биохимии крови, по которым он может понять, нужно ли снижать дозировку, может ли он повышать дозировку. Он спрашивает, как у вас самочувствие, то есть постоянно идет наблюдение, и шансов получить проблему при таком вот постоянном наблюдении их крайне мало. И вы должны помнить, что всегда, если вдруг возникает какая-то проблема, мы можем отменить препарат. Многих беспокоит, могут ли выпадать волосы, да, потому что действительно такое бывает. Волосы действительно могут выпадать на системных ретиноидов, оно протекает как острое диффузное выпадение, то есть это 2-3 месяца потери волос, и потом волосы восстанавливаются. Но точно так же волосы могут у вас попадать и при любом стрессе. И абсолютно нет гарантии, что именно в момент приема ретиноидов волосы сыплются именно от ретиноидов, а не от какой-то стрессовой ситуации, которая возникла у вас параллельно. Более того, восстанавливать волосы параллельно вы можете, вы можете делать и плазмотерапию, и мезотерапию, вы можете капать препараты для стимуляции роста волос по назначению трихолога. Все это можно. И опять же выпадение волос, это в отличие от сухости слизистых, в отличие от сухости губ, которые бывают у 94% пациентов, выпадение волос это достаточно редкое явление. Помимо того, что могут быть мелгии, это мышечные боли, и они чаще всего проявляются именно у людей, которые занимаются спортом очень много. То есть это, ну по факту, это физическая многочасовая ежедневная нагрузка, это танцоры, танцоры, артисты балета, спортсмены. И в таком случае либо уменьшается физическая нагрузка, либо снижается дозировка препарата. И на минуточку эта побочка бывает всего лишь у 2% пациентов, которые принимают системные ретиноиды.